Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, который состоится в 15.00 по московскому времени. Тему этого вебинара традиционно, друзья, определяете вы. В нашем телеграм-канале после записи этого брифинга мы запустим голосование, предложим совершенно разные топики, касающиеся разных финансовых инструментов, темы, для того, чтобы вы могли определить ту, которая вас больше всего интересует, и я на ней сделаю наибольший фокус, остановлюсь и, конечно же, попробую разобрать со всех сторон. Главное, голосуйте и, конечно же, принимайте участие в нашем вебинаре. В целом, друзья, эта неделя среди важных фундаментальных событий, на которые стоит обратить внимание, это завтра выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли и выступление главы Европейского центрального банка Лагард. В среду состоится решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. И лично в рамках всей недели именно это событие мне наибольше интересно, потому что мы за канадским долларом наблюдаем довольно продолжительный период времени. Очень своевременно сделали акцент на его слабость против американского конкурента и постоянно следили за фундаментальным фоном и за статистикой. Искали причины, по которым канадский регулятор практически обязан в текущих условиях пойти на более агрессивное смягчение национальной монетарной политики. Поэтому сейчас, друзья, в рамках этой недели, уже в эту среду, я ожидаю, что после последнего отчета по инфляции Банк Канады пойдет на снижение ставки на 50 базисных пунктов. И если мы сейчас посмотрим на пару доллар-канадец, который торгует с отметкой 1.38, я думаю, что это только лишь начало более мощного восходящего движения. И при снижении ставки на 50 базисных пунктов пара может закрепиться выше отметки 1.39 и в среднесрочной перспективе нацелиться на движение в район 1.40. Очень интересная сделка. Если вы не игнорируете фундаментальный фонд, следите за моим контентом, должны понимать, что в ней действительно есть хороший потенциал. И его можно еще использовать. В четверг будем анализировать индекс активности в нескольких регионах, а точнее в Еврозоне, Англии и США. Это индекс активности производственного сектора и сфера услуг. И в четверг также выйдет еще традиционный для четверга релиз для американской экономики, первичные заявки на пособие по безработице. Ни в коем случае не игнорируем этот отчет, потому что мы приближаемся уже к новому релизу Non-Farm Perils, который выйдет, по сути, через две недели. И я все еще, друзья, сторонник идеи того, что американский рынок труда как испытывал проблемы, так и продолжает испытывать. И, видимо, нужно в этом убедиться большему количеству участников рынка и трейдеров, чтобы осознать, что именно слабый рынок труда может быть фундаментом и основой, из-за которой американский регулятор будет активнее снижать ключевую процентную ставку, ну пусть не в рамках этого года, но в начале следующего. Я за идею агрессивного смягчения американской монетарной политики, поэтому, как вы знаете, мое отношение к доллару остается прежнее. Я считаю, что американская валюта должна быть дешевле, нежели чем она стоит сейчас. И в пятницу еще заказан товар длительного пользования, еще один американский отчет, который поможет нам дополнительно оценить перспективы роста экономики за прошлый квартал. Проанализируем этот релиз и в целом уже станем еще ближе к следующему выходу релиза по Non-Farm Perils и, пожалуй, может быть даже еще важнее к президентским выборам в США. На этой теме мы начнем останавливаться уже детально со следующей недели. И я, кстати, предлагаю вам в чате, друзья, высказать свое мнение, как вы оцениваете перспективы Дональда Трампа, одержать победу над Камалой Харрис и занять снова овальный кабинет. Тем временем индекс доллара 103.25. В пятницу последовала коррекция, с учетом еще эффекта пятницы. Сегодня незначительные снижения продолжаются. Фундаментальный фонд в целом не изменился. Рынок пытается оценить перспективы смягчения экономической политики, но консенсус прогноз предполагает, что в ноябре-декабре ставку снизят дважды 25 базисных фонтов. Из отчетов прошлой недели сильный релиз по рыночным продажам и, по идее, сильная статистика по потребительской активности может быть индикатором повышенного, индикатором роста инфляции, потому что это понятие, которое коррелирует между собой. И если инфляция будет расти, то, соответственно, это может повлиять определенным образом на будущее действие Федрезерва. Но не стоит игнорировать рынок труда. Перевышенные заявки на пособие по безработице, получается, две недели назад рост составил 241 тысячу, количество обращений выросло три недели назад на 260. И, на мой взгляд, очень наивно полагать, что при такой динамике перевышенных заявок мы можем увидеть сильный показатель по Non-Farm Perls. Это будет довольно странно. Я сторонник прежней позиции, считаю, что доллар нужно дальше снижать и тащить уже снова в район 102 и ниже. Золото 2731 доллар за тройскую консулу. Новый исторический максимум. Друзья, я вас поздравляю, блестящую сделку мы провели. Очень своевременно разглядели потенциал роста, даже несмотря на то, что фундамент, который складывался больше, был за идею того, что золото нужно продавать. Я имею в виду рост доллара, рост доходности американских трежерис. Но мы все же положились на рыночный сантимент, и он еще раз доказал то, что это очень хорошая база для принятия инвестиционных решений. И на данный момент, если проанализировать сантимент рыночных настроений о маркет, 25% трейдеров находится в длинных позициях, то есть это меньшинство. Поэтому рынок идет против толпы, против большинства, которое засело в коротких позициях. С точки зрения фундаментального фона, Росзолото объясняют тем, что мировые центральные банки начали смягчать экономическую политику, но, в принципе, продолжают это делать уже не первый месяц. Это бьет по доходности государственных облигаций и снижает альтернативные издержки владения золотом, которые в обычных условиях, в отличие от облигаций, не приносят ни процентного, ни купонного дохода. Ну, так себе объяснение, потому что мы видим доходности трейджерис, напротив, остаются вблизи многомесячных максимумах десятилетки выше 4%. И доллар в целом чувствует себя довольно-таки неплохо. Поэтому я все-таки считаю, что то, что мы видим по золоту сейчас, это результат следствия отработки рыночных спекуляций, в основе которых лежит рыночный сантимент. Британская валюта против доллара 1,3050. Я, как вы знаете, закрыл ранее длинную позицию. Сейчас продолжаю искать дополнительные точки входа, для того, чтобы, может быть, снова купить, но еще не знаю. Друзья, очень интересно послушать Бейли, опять же, завтра. Что он скажет по перспективам смягчения экономической политики после выхода последнего отчета по инфляции. В Англии, когда показатель снизился с 2,2 до 1,7%. И это дает возможность Банку Англии снизить процентную ставку. И вероятность снижения ставки в ноябре сейчас чуть ли не 85%. Но нужно все-таки пояснение от Бейли. Если будут какие-то более-менее четкие сигналы, может быть, и решусь открыть сделку по фунту. Обязательно вам об этом расскажу. Доллар-каналец уже в двух словах отметил. 1,38 сейчас котировки. После снижения инфляции с 2 до 1,6%, конечно же, шансы увидеть снижение процентной ставки со стороны канадского регулятора очень высоки. Сейчас еще добавляем сюда и снижение цен на нефть. Поэтому канадскому доллару очень не сладко. Он под давлением американца. Путь вверх открыт. Долгосрочно ждем отметку 1,40. Американский фондовый рынок. S&P 500, 5907 пунктов. Я позволю себе сказать. Новый исторический максимум. Ну, около того. И ждем, соответственно, уже 6 тысяч пунктов, как неизбежно. Это цель, к которой мы придем. Австралии с против доллара 0,6716. Здесь я за покупки. Учитывая то, что очень сильный отчет по рынку труда Австралии убедил всех трейдеров в том, что Резервный банк Австралии точно будет последним регулятором среди разных стран, который пойдет на снижение ключевой процентной ставки. Условий для этого очень мало. И единственное, когда мы сможем переоценить снова шансы на смягчение экономической политики, это только через неделю, когда выйдут данные по инфляции, базовой инфляции в квартальном выражении за третий квартал. Но предварительно, я думаю, что показатель, даже если снизится, то до 3,7%, это все равно существенно выше целевого ориентира. Резервный банк Австралии не будет снижать процентную ставку, пока не убедится в том, что инфляция устойчива в нисходящем тренде и приближается к целевому ориентиру. И по мнению самого Резервного банка Австралии, вряд ли это произойдет, то есть достижение цели раньше конца 2025 года. Доллар иена, друзья, 149.25. Пока рекомендую не лезть в какие-либо сделки. Если интересно, то, на мой взгляд, сейчас длинные позиции имеют даже больше паритет до заседания Банка Японии, который состоится в конце этого месяца. На японскую иену могут давить слабые данные по экспорту, который снизился в прошлом месяце на 1,7%, это худшее. Это первое даже снижение за последние 10 месяцев. Данные по инфляции показали, что показатель скорректировался с 3 до 2,5%, базовая инфляция снизилась с 2,8% до 2,4%. По идее, это снижает вероятность ужесточения японской монетарной политики. Но гадать не нужно, лучше уже дождаться заседания Банка Японии и действовать уже после того, как мы ознакомимся с новой позицией японского регулятора, который возглавляет Уэда. Но, как вы знаете, сейчас на эту политику поглядывает новый премьер-министр Исиба. Что касается рынка нефти, 73.40, как и раньше, ждем 70 долларов за баррель. Именно пересмотренные прогнозы по снижению спроса Рост предложения, потенциальный пока ожидаемый, с декабря на 180 тысяч баррелей в сутки. И сантимент, 80% трейдеров сейчас остаются в длинных позициях, идем против толпы. Между прочим, данные по сантименту касательно рынка нефти еще более даже показательнее, чем по золоту. 70 долларов – это наша цель, которая тянется еще с прошлой недели. Я думаю, что очень скоро мы туда и придем, друзья. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!